Сегодня я хочу поговорить про замечательный мультфильм Лего фильм Бэтмен и задать вопрос Возможно ли в наше время сделать серьезный фильм про Бэтмена? Бэтмен, по-моему, один из лучших героев комиксов и точно самый интересный супергерой. С момента своего появления в 1939 году он предоставлял больше всего возможностей для интерпретации разными авторами. То ли потому, что у него нету суперспособностей, поэтому он ближе к обычным людям, то ли потому, что у него очень архетипичная роль, но с этим он представляет собой сразу несколько архетипов, одновременно героя и тень героя и еще много чего. Так или иначе, на него можно смотреть с очень разных точек зрения. Фрэнк Миллер, например, в конце 80-х в комиксе «Бэтмен год первый» показал, что если очистить Бэтмена от всего лишнего и оставить такую минималистичную основу, то это может быть отличная прямолинейная криминальная драма. Джефф Лойб и Тим Сейл в одном из моих любимых комиксов «Долгий Хэллоуин» показали, что в основе истории про Бэтмена все еще лежат детективные истории, поэтому там есть место интригам и расследование убийства, и при этом злодеи – это одна из самых интересных вещей, которые окружают этого персонажа. А Гранд Моррисон, например, несколько раз успешно показывал, что к Бэтмену и персонажам вокруг него вполне можно применять психоанализ Фрейда и Юнга, даже несмотря на то, что это реально человек в костюме летущей мыши, что само по себе довольно странно. Фрэнк Миллер сказал, что писать истории про Бэтмена это пример, как держать в руках огромный алмаз, который невозможно повредить. Ты можешь кинуть его об пол или об стену, с ним ничего не будет. Бэтмен выдерживает любые интерпретации. Как и многих знаковых персонажей 20 века, Бэтмена на самом деле можно свести к простому набору характеристик, практически к символу. Как Микки Маус это просто кружок с ушами и, возможно, еще дружелюбным характером, так Бэтмен это костюм летучей мыши, погибшие родители и борьба с преступностью. И вот на этот каркас можно нанизывать любые истории. Так что неудивительно, что такой гибкий и одновременно очень знаковый персонаж довольно быстро попал в кино и надолго над нем остался в общем-то до сих пор. Началось все с киносериалов 40-х, но про них я даже не буду говорить. Первым важным появлением Бэтмена на экране, которое многие помнят до сих пор, и на самом деле его сейчас возвращают в фаб-культуру при помощи отсылок, был телесериал 60-х годов с Адамом Вестом. Он был сделан в стилитике Кэмпа, с юмором, веселой музыкой, и когда Бэтмен дрался с противниками, на экране появлялись надписи со звуками ударов. Бэтмен учил зрителей, что надо делать уроки, есть овощи и пристегиваться, когда едешь в машине. В 89-м и 92-м годах вышли два фильма Тима Бёртона «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается». И Бёртон в какой-то степени очень точно перенес эстетику комиксов на экран. Это очень стилизованное кино с готическими декорациями и такими несколько чрезмерными костюмами и гримом. При этом в нем как бы нет иронии, это достаточно искренние фильмы. Примерно в то же время вышел мультсериал Брюса Тима, который сейчас просто эталон, с похожим подходом к изображению Бэтмена. Не до конца серьезный, но и не комический. И тоже с упором на визуальную составляющую, на дизайн. В 95-м и 97-м годах вышло два фильма Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин». Шумахер взял эту стилистику Бёртона и довел ее до предела. Его фильмы не просто стилизованы под комиксы, они карикатурны, гротескны, с экстравагантными персонажами и чрезмерной игрой актеров. В целом это похоже на то, как комиксы выглядели в конце 90-х. Тут я хочу сделать паузу. Вы знаете, каким фильмом я перейду дальше. Я хочу обратить ваше внимание, что до этого момента все появления Бэтмена на экране были несерьезными. Кэмповый сериал в 60-х, стилизованный Бёртон, у которого, кстати, в главной роли играл Майкл Китон, который тогда считался комедийным актером, и откровенно смешные фильмы Шумахера. Причем это не противоречило комиксу. Да, в комиксах были мрачные и серьезные интерпретации Бэтмена, но и китчевых, и глянцевых тоже было полно. И тут за дело взялся Кристофер Нолан. Нолан снял три фильма про Бэтмена. «Бэтмен. Начало» в 2005-м, «Темный рыцарь» в 2008-м и «Темный рыцарь. Возрождение легенды» в 2012-м. Для многих это идеальные фильмы про этого героя. Кто-то на них даже вырос. Это многослойное, замысловатое кино, и Бэтмен тут показан как такой монументальный, очень серьезный персонаж, который участвует чуть ли не в трагедии. Нолан задал моду на мрачные и темные блокбастеры. При этом про самого героя режиссер говорил, что из всех супергероев, как ему кажется, именно Бэтмена можно воспринимать всерьез. Он не из другой планеты, у него не радиоактивные сверхспособности, он обычный человек, не идеальный, с изъяном. Наконец, в прошлом году Бэтмен появился в «Бэтмене против Супермена» Зака Снайдера, и он тоже серьезный, правда, по-другому. У Снайдера практически древнегреческая трагедия, достаточно театрализованная, а Бэтмен там богоборец. Мне кажется, что культура в разных своих проявлениях имеет свойство накапливаться. Наши представления о каких-то вещах усложняются, чего-то становится больше, и мы уже не можем на эту вещь смотреть, как в первый раз. Взять, например, рок-музыку, которая началась с рок-н-ролла, очень простой музыки в 50-х годах. Но чем больше проходило времени, тем она становилась сложнее, вбирала в себя все больше элементов, и сейчас уже рок нельзя играть просто вот как тогда. Нужно делать что-то интереснее. Или видеоигры, которые начались просто с трех точек на экране, а сейчас с их помощью мы уже рассказываем драматические истории. Михаил Бахтин, филолог и культуролог, который я часто вспоминаю, считал, что произведение не тождественно своему тексту, то есть тому, из чего оно состоит. Он считал, что в произведение входит и его необходимый внетекстовый контекст. Контекст — это все, что окружает произведение. Это может быть обстоятельства, при которых автор его создавал, это может быть история похожих произведений, или все творчество автора, то есть то, что он делал до этого. Юрий Лотман, тоже лингвист и филолог, я его тоже часто вспоминаю, дополнял эту мысль, и он считал, что иногда контекст и вовсе может превратиться в текст. Например, какой-нибудь цикл произведений может восприниматься как единый текст. Или все творчество автора иногда мы рассматриваем как цельный, единый текст. Мне кажется, когда мы говорим про фильмы про Бэтмена, мы вполне можем говорить про них как про единый текст. Авторы Лего Бэтмена понимают это, они понимают, что они не могут сделать вид, что вот этого всего не было. Мы, как зрители, не можем взять и забыть все фильмы про Бэтмена, которые мы уже знаем. Этот груз влияет на наше восприятие. Давайте поговорим, собственно, про лего-фильм Бэтмен. Он вышел в начале февраля, и это буквально история про Бэтмена, рассказанная при помощи конструктора Лего. И это не первое такое кино, а часть и продолжение Лего-фильма, где Бэтмен тоже появлялся. Это максимально комичный, яркий, сумасбродный мультфильм с камео неожиданных персонажей, отсылками ко всей долгой истории Бэтмена и мета-шутками. И кажется, это один из лучших фильмов про Бэтмена. Сюжет очень простой. Все начинается с того, что Бэтмен идеальный супергерой, у него все отлично получается, ему никто не нужен, самовлюбленный и самодовольный и побеждает всех злодеев. Но потом из-за его гордости, небольшой спойлер, на Готэм нападают злодеи из других вселенных. Там есть Валдеморт, Саурон, Далеки из Доктора Кто. И Бэтмену приходится преодолеть себя и научиться работать с другими, чтобы их победить. Очень просто, но очень смешно. Несмотря на всю свою комичность и обилие шуток, Лего Бэтмен на самом деле рассказывает очень цельную историю про персонажа и делает несколько важных комментариев о нем. Во-первых, он показывает, что богач, который одевается в костюм летучей мыши и сражается в одиночку с злодеями и бандитами и думает, что он один может всех спасти, на самом деле должен быть очень самодовольным и неприятным человеком. Во-вторых, там отлично показана динамика отношений Джокера и Бэтмена, между которыми, разумеется, есть гомосексуальное напряжение, и оно в мультфильме прекрасно показано. В-третьих, он показывает, насколько вообще несостоятельна идея, что один Мститель может заменить работу целой полиции. Но на все эти темы мультфильму удается высказаться как раз потому, что он несерьезный. Он понимает свое место. Авторы Лего Бэтмена, понимая, что до них был Адам Вест, до них был Тим Бертон и даже Кристофер Нолан. И все это висит на образе Бэтмена как багаж и влияет на наше восприятие. Я не понимаю, что единственный способ сказать что-то новое про персонажа это сделать это несерьезно, в комичном ключе, а заодно показать, что ты в курсе про весь корпус текстов про Бэтмена и можешь работать с этим корпусом и делать к нему отсылки. Чуть раньше я сказал, что Бэтмена можно свести к некому каркасу, некому простому набору свойств. Мне кажется, что в кино это уже так не работает. Он начинался с каркаса, но оброс слишком большим количеством подробностей и сложностей. Мы уже не можем взглянуть на Бэтмена в кино как в первый раз. И что мне интересно, так это возможно ли сделать серьезный фильм про Бэтмена после всего этого. Я понимаю, что технически возможно и в 2019 году будет новый фильм про него, он вряд ли будет смешной, он века будет серьезный и мрачный, но тем не менее, не давит ли на нас слишком сильно контекст? Можем ли мы уже как бы отдаться Бэтмену, поверить ему целиком и поверить в трагедию человека в костюме летучей мыши? Или теперь работать будет только Лего? Сейчас, когда я записываю это видео, оно мне кажется чуть более экспериментальным, чем обычно. Ну, формат чуть-чуть отличается, потому что я решил сосредоточиться не на одном произведении и одной идее, а посмотреть на историю фильмов про Бэтмена. Я точно знаю, что тут будет больше фильмов на весь экран и чуть меньше меня. Но тем не менее, вот эта вот идея, хоть она очень простая, кажется мне интересной. Интересно, насколько контекст влияет на наше восприятие и насколько произведение про одного и того же героя, при этом в одном формате, превращается в единый текст. И можем ли мы смотреть очередной фильм про Бэтмена, делая вид, что мы не знаем про все остальные предыдущие фильмы про Бэтмена. Что вы думаете, насколько контекст и история персонажа влияет на наше восприятие? И возможно ли сейчас взять и на голубом глазу абсолютно честно снять серьезный прямолинейный фильм про Бэтмена? Или что-то помешает его смотреть? И как вам кажется, почему многие называют Лего Бэтмен одним из лучших фильмов про Бэтмена? А теперь посмотрим, что вы написали про Черчес, преклонение перед поп-звездами, образ и реальность. Спасибо, вы оставили очень много комментариев под видео про Черчес, что меня удивило, что именно Черчес вызвали такое бурное обсуждение. Я, разумеется, отвечу не на все, только на часть. Несколько из вас написали и спросили, что я имею в виду под метамодернизмом в отношении этой группы. Кто-то предположил, что я говорю про guilty pleasure, стыдное удовольствие, что его больше нету и что поп-музыку можно слушать типа искренне. Нет, на самом деле я не это имел в виду, потому что это тоже, кажется, часть метамодернизма, но об этом вообще, мне кажется, даже можно не говорить. Ну, если вы смотрели мой канал, вы понимаете, что все мои видео отталкиваются от того, что да, поп-музыку можно слушать всерьез, поехали дальше. Типа да, Бейонс классная, все. И в случае с Черчес чуть сложнее, потому что это не просто поп-музыка, как, например, Джастин Бибер. Он классный чувак, его последний альбом просто классный. А с Черчес все сложнее, потому что это чуваки, играют в поп-музыку, и при этом зрители это понимают. Джастин Бибер не играет, он просто играет в поп-музыку. Классно. И что я имею в виду под метамодернизмом? Мне кажется, в метамодернизме есть такая идея, как информированная наивность. Что мы уже слишком сложно воспринимаем мир, чтобы как бы не понимать всех его сложностей, не понимать всего того, что принес постмодернизм. Но при этом нам хочется быть наивными и искренне что-то любить. И Черчес это отличный пример этого, потому что люди понимают, что это игра как бы в поп-музыку, и это некий образ, но могут при этом абсолютно искренне, вот это очень важный момент, абсолютно искренне их любить. То есть информированная наивность. Вот это я имею в виду. несколько из вас написали очень классные, довольно смешные истории про то, как они разочаровались в звездах, в тех или иных идолах, когда они казались просто людьми. Я подумал, мне кажется, интересно, что это немного устревающая вещь, да, потому что сейчас, мне кажется, парадигма немного смещается, и мы про всех, да, как я говорил в видео, что вот непосредственность в моде, и мы про всех понимаем, что они люди, да, то есть там, не знаю, у Beyoncé, например, есть неудачные фотки, которые там все видят и так далее. Она не только предстает в неком идеальном образе, и вот этот как бы разрыв, да, между человеком и образом, он сокращается, и, короче, мне кажется, интересно, и мне кажется, что сейчас как бы вот возможность, то, что ты поешь на концерт и поймешь, что твои любимые музыканты на самом деле толстые, лосеющие чуваки, они крутые рокеры, как ты видел, на постерах, эта возможность уменьшается, потому что все больше как бы поп-музыкантов говорят, да, мы толстые, лосеющие чуваки, зато у нас офигенная музыка, поэтому какие проблемы. В общем, да, я чувствую, что вот в этом плане что-то, по-моему, немного меняется, и это интересно. Да, спасибо, я верил, что в этих видео есть какая-то польза. Владимир Шадрин отмечает интересную вещь, что ему кажется, что этот разрыв между человеком и его образом для звезды в первую очередь распространяется на актеров, а в случае с музыкантами он работает по-другому, потому что музыканты как бы более напрямую связаны со своим творчеством, и в то время как актеры в принципе играют и в этом их творчество, то музыканты пишут как бы искренние песни и вливают в свою душу и так далее, поэтому мы чуть лучше их возможно знаем, поэтому разрыв между образом и реальным человеком меньше. Очень интересное наблюдение, на самом деле, я думаю, что оно недалеко от реальности, хотя, да, разумеется, есть музыканты, и не обязательно это поп-музыканты, это могут быть экспериментальные музыканты, рок-музыканты, которые абсолютно не искренне пишут музыку, а просто придумывают все там и так далее. Я в этом уверен просто, но возможно их меньше, потому что да, потому что сама музыка в принципе предполагает, что ты как бы что-то изнутри достаешь, а в случае с актером наоборот, ты как бы надеваешь маску, так что классная мысль. Алекс Дросс очень интересно подмечает, что вот этот уход от как бы идеального безупречного образа звезды, он происходит на самом деле параллельно с тому, что мир становится более открытым к разнообразию и мы меньше как бы идеализируем, у нас меньше каких-то идеальных эталонов, например, бодипозитив, идея бодипозитива или разнообразие, о котором я говорил. То есть мы понимаем, что люди разные и это здорово и интересно, что сами звезды собственно этому способствуют, когда они показывают, что они тоже не безупречны. И вот из-за этого процесса мы как бы не можем больше превозносить одних людей за то, что они, грубо говоря, более красивые, потому что мы понимаем, красивые. При этом он отмечает, что некоторые звезды вроде Канни Уэста все еще имеют статус как бы полубога. Мне кажется, Канни очень интересный пример, потому что он, да, он гений, с одной стороны, и его идеализируют, с другой стороны, он очень эксцентричный чувак, да, у него очень странный твиттер, он пишет абсолютно дикие вещи, делает какие-то дихие выходки и даже некоторые строчки на его альбомах очень странные. Так что получается такая как бы дуальность. С одной стороны, действительно он гений и почти безупречный чувак с безупречным вкусом музыки. С другой стороны, он все-таки какой-то очень странный, как бы ненормальный, и это круто, это тоже часть его образа. Так что не получается его как бы целиком превозносить, а скорее получается относиться к нему как к какому сложному явлению, и это круто. Это все, на что я отвечу сегодня. Да, я забыл записать концовку в видео у стеллажа, поэтому сейчас я резко опустился вниз, извините. И отличный тред под видео про Чорчес. Реально, это из лучших тредов на русском ютюбе, который я видел там. Сходите, почитайте там много классных историй про людей, их звезд. Оставляйте комментарии про Бэтмена, подписывайтесь, ставьте лайк, и примите в ванную с свечкой. Зажгите просто свечку и расслабьтесь, вы заслужили этого. До свидания.